Приветствую зрители и подписчики моего канала. В сегодняшнем видео я вам хочу показать как из этой заготовки получить вот это. Как вы заметили здесь еще не хватает джипа, но об этом мы поговорим в следующей серии. Так что не забудь подписаться на канал если еще не подписан и обязательно нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Ну а больше информации по данной стройке вы сможете найти у меня на сайте, ссылки я оставлю в правом верхнем углу и в описании под этим видео. Также не забудь поддержать автора лайком. И для начала работы с подставкой мне потребуются следующие. Различные пучки с зеленью, также трава из флокатора. Хочу добавить растительность из фото травления, что-нибудь заберу сегодня попробую. Я хотел бы спросить как вы думаете будет ли уместны подобные немецкие агентационные плакаты на стене. Своё мнение оставьте в комментариях. Сейчас я нанесу траву и покажу что получилось. Для вас пройдет мгновение. Собственно вот и результат. Как видите применялись все четыре вида пучков травы. Ну я их тут разношерстно ставил тут и там. Также помимо пучков травы я добавил камушки для аквариума, кору от дерева и пробку, чтобы разнообразить тот угол. Ну и также была высажена трава с помощью флокатора. Я использовал самодельный флокатор. Видео по его изготовлению и примеру применения есть у меня на канале. Ссылку на него вы сможете найти в правом верхнем углу и в описании видео ссылки я тоже продублирую. Сейчас я добавлю плющ из фото отравления и посмотрим что из этого вышло. На камеру показать процесс достаточно проблематично потому что занятие это муторное, долгое. Помимо того что вклеивается сам основной стебель ну и плюс к нему еще приклеиваются дополнительно листочки. Не все, но достаточно много пришлось отдельно вклеивать чтобы растительность была более объемная что ли. Но в результате получается очень интересно и однозначно подобное фото отравление я буду использовать в будущем. Теперь можно приступать к окраске. Ну и первый этап грунтовка. Его я показывать не буду, а сразу перейду к нанесению цветов. Первый цвет после грунтовки это светло-серый. В самом начале окраски я столкнулся с проблемой подбора цвета и для стены, и для брусчатки. Поэтому было несколько этапов покраски в разные цвета, но вот один из них такой вот цветло-серый. Если вдруг пропустили видео со сборкой самого основания, его можете посмотреть перейдя по ссылке в правом верхнем углу. Этим же цветом я прошелся по каменной кладке на стене и на верхней плиты. Следующий цвет который я решил провести эксперимент это русский песочный. Собственно я им покрыл также всю брусчатку и каменную кладку, но в итоге этот цвет у меня останется только на стене. Собственно сейчас вы процесс окраски стены и видите. Краску наносил неравномерную, такими пятнами. Это дополнительно создаст эффект такой потертой старой стены. Следующий цвет каменистый серый. Опять же эксперимент для окраски брусчатки и этот цвет также у меня не зашел и в ноги я его тоже перекрасил. Цветом русско-зеленая насыщенной я окрашивал траву. Краску наносил тоже не очень равномерно, не очень плотно, чтобы трава немножко отличалась по тону. Возможно впоследствии еще доработаю кистью траву. Ну и окончательный мой выбор для цвета брусчатки это RLM02 Graul. Его я наносил с помощью кисти. Наносил опять же не плотным слоем, где-то просвечивает предыдущие цвета, так что возможно то что я носил ранее оно сыграло какую-то роль и добавило разношерстность немного окраски брусчатки. Чуть более темным оттенком это оружейный серый я окрасил кирпичную кладку. Красил жидко разведенной краской в три слоя, чтобы не было следов от мазков кистей. Тут я уже старался окрашивать более аккуратно, чтобы не залезать на штукатурку стены. И этим же цветом я окрасил верхние плиты на стене. За счет того, что краска была жидко-разведена и нанесена в три слоя, в итоге получилось равномерное покрытие. Следующий этап это выделение фактуры каменной кладки. Делал это я с помощью техники сухой кисти и смеси оружейного серого с белым. Таким образом я прошелся по всей кладке. Очень простая технология, но здорово подчеркивает рельеф. И вот после выделения рельеф стены получился вот такой результат. Далее, используя эту же технологию, прихожу к брусчатке. Тут, наверное, логично. Основная цель подчеркнуть рельеф камней. Таким же образом я выделил камни и кучку в углу. Если вы смотрели мои предыдущие видео с росписью миниатюр, вы видели, что я активно стал применять проливки от цитадель. И тут я решил провести эксперимент и использовать их для диорамы. Кирпичную вкладку я выделял с помощью черной проливки. Результат мне очень понравился, так что по всей видимости я буду использовать эту проливку и впредь, не только на миниатюрах. Коричневую проливку в чистом виде я использовал для камней. В жидко-разбавленном состоянии я выделил плиты на пороге, если так можно сказать, и плиты, которые сверху стены. В сильно разбавленном состоянии она работает как фильтр. Также с помощью жидко-разбавленной коричневой проливки я попробовал сделать потеки. Результат интересный, но позже я его чуть-чуть доработаю с помощью масляных красок. И этой же коричневой проливкой я прошелся по брусчатке. Старался максимально аккуратно, опять же в основном заливал в расстоянии между каменной кладкой, где-то проходился и поверх как фильтр. Это добавило дополнительное разнообразие в тона камней. Следующим шагом я выкрасил листья, использовал тот же самый цвет, что и для травы. Процесс такой достаточно однообразный и долгий. Нужно выкрасить не только сами листья, но еще аккуратно выкрасить стебли, при этом не запачкав зеленым стенам. Примерно так это выглядит сейчас, но впоследствии я еще немножко подкрасил стебли и сами листья. Ну и на финальном этапе работ вход пошло масло. Я использовал коричневые тени от Wilder и для состаривания стены я наносил на сухую на нижнюю часть масло, затем смочив кисть White Spirits и промокнув салфетку начал растушевывать по низу. Этим же маслом я также состарил и оставшуюся часть стен. Для этого я зубочисткой нанес точки и после этого смоченной кистью White Spirits начал растушевывать движениями вверх-вниз. Так как поверхность матовая и никакого лака я не использовал, работать надо достаточно быстро, так как масло достаточно хорошо въедается в матовую поверхность и по прошествии времени уже сложно становится растушевывать. Тоже такая достаточно простая технология, но результат получается очень интересный. У нас изменился и оттенок и добавились подтеки. Вот такой результат у меня получился сегодня на выходе. Как видите установлены фигурки на своих местах. В следующей серии я уже постараюсь закончить работу по диораме и основной упор будет на работу с моделью джипа, ну и также поработаю с некоторыми мелочами по диораме. Если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайки, делитесь им в социальных сетях со своими друзьями, ваша поддержка очень важна для канала. Также рекомендую вам посмотреть видео с отборкой этого основания, также с окраской джипа, которая будет использована на данной диораме. Если вы еще не видели, обязательно посмотрите видео с росписью миниатюр для этой диорамы и видео с изготовлением флокатора. На сегодня это все. Помните, моделизм должен приносить удовольствие. Продолжение следует...